Лидия Денвард. О дружбе. Читает Анна Сказко. Посвящается Марку. Введение. Новая наука. Введение. Введение. Новая наука. Введение. Новая наука. Введение. Новая наука. Введение. 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 Она хочет знать, для чего на самом деле существует дружба. Собственно, и я тоже задаю этот вопрос, и поиск ответа на него привел меня на Кайо Сантьяго. Вот уже несколько лет я регулярно посещаю места, где изучают дружбу, одновременно я познаю историю ее изучения. Кайо идеально подходит для обеих целей. Я пишу о науке, и моей излюбленной темой давно стал человеческий мозг. Я внимательно слежу за попытками ученых составить карту триллионов связей между нейронами головного мозга. Однако в последние годы стало очевидным, что не менее важная задача составить карту, выходящую за пределы собственного мозга. Невидимая, но чрезвычайно важная, эта карта представляет собой абрис, создаваемый нами сети связей с другими людьми, поступки и эмоции, которые глубоко влияют на нас. Так же, как наши поступки и эмоции влияют на них. Конечно, никто не спорит, что мы отдельные самостоятельные существа. Но мы сильно, словно настоящими нитями, на биологическом уровне привязаны друг к другу. В эти личные сети связей входят наши родственники, возлюбленные и друзья. Из этих трех категорий первые две давно являются объектами пристального внимания ученых, написавших о них множество работ. И это внимание вполне обоснованно. Семейные и любовные отношения имеют над нами огромную власть, привнося в нашу жизнь как великое добро, так подчас и не менее великое зло. Если эти отношения счастливые, то они приносят радость и удовлетворение. Если же они несчастливые, то делают несчастными и нас, а иногда и просто калечат нашу психику. Мы всегда чувствуем любимых нами людей. Они оставляют след в нашей жизни. Большую часть последних десяти лет я посвятила поддержке мужа в его новом деловом начинании, воспитанию наших детей-подростков и уходу за моей престарелой мамой с болезнью Альцгеймера. Я превосходно не понаслышке, а на собственном опыте знаю, как колебания настроения членов моей семьи влияют на мое собственное настроение. Мало того, они воздействуют и на мои физиологические функции, буквально впрыскивая в кровь адреналин и заставляя бешено стучать сердце. Дружба обладает такой же силой. Дружба – это отражение базовой потребности в принадлежности к какому-либо сообществу и триггер как физического удовольствия, так и боли, каковые в равной степени заставляют нас обращать внимание на эту потребность. Именно поэтому я до сих пор помню чистейшую радость, переполнявшую меня, когда мы с моей однокашницей по колледжу ехали в открытой машине, и она во всю силу легких горланила «Take on me». Сноска. Всемирная популярная песня, название переводится с английского как «Дай мне шанс» группы АХА. Здесь и далее примечание редактора. С другой стороны, друг, не пригласивший вас на день рождения, неважно, 10 вам или 50, воспринимается как низкий изменник, которого можно сравнить разве что с Брутом, предавшим Юлия Цезаря. Исторически, однако, сложилось так, что в сравнении с отношениями, основанными на кровных узах и любви, дружба оказалась на обочине научных исследований. Археологи, изучающие жизнь наших далеких предков, сосредоточены на костных останках и орудиях труда, а не на общественной жизни древних племен. Биологи игнорировали дружбу, потому что она, в отличие от любовных и брачных отношений, как им представлялось, не влияет на успех размножения и сохранения вида. Горстка психологов и социологов, занимавшихся дружбой, была малой, изолированной группой, но их работы сегодня кажутся пророческими. Дружба слишком эфемерна, контуры ее расплывчаты, ее трудно определить и измерить, и эти трудности мешали научному сообществу принимать дружбу всерьез, как достойный внимания объект научного исследования. Дружба была оставлена по большей части философам, да и те занимались ею весьма неохотно. Столетиями дружбу считали чисто культурным феноменом, изобретением человеческого общества, причем современного общества. Это убеждение было настолько сильным, что Клайв Льюис писал, дружба не является необходимостью, как не являются ею философия или искусство. Дружба не нужна для выживания, скорее она просто придает ему ценность. Большинство из нас делят с учеными вину и ответственность за недооценку дружбы, за неспособность и нежелание отнестись к дружбе с той серьезностью, какой она заслуживает. На словах мы возносим дружбу, но все же отдаем приоритет семейным и любовным отношениям. Влюбляясь, мы забываем о друзьях. Если же мы заняты на работе, то первое, чем мы жертвуем, это временем на встрече с ними. В течение многих лет, сталкиваясь с друзьями на улицах Бруклина, где я живу, поздоровавшись, я торопливо произносила, «Нам надо встретиться». Нет, в самом деле надо. И я говорила это искренне. Но работа и семья поглощали меня с головой, и планы встреч рассасывались сами собой, растворялись в небытии. Затем мы с семьей переехали на несколько лет в Гонконг, где у меня не было ни одного знакомого. Когда меня впервые пригласили там на обед, я испытала такое радостное волнение, словно получила повышение по работе. Но мои радужные надежды были разбиты в дребезги. Все разговоры за обедом вертелись вокруг шопинга и стоимости услуг помощниц по дому. В Азии такая помощь не исключение, а правило. Вернувшись домой, я, едва не плача, говорила мужу, «Это не мои люди». Со временем ситуация улучшилась, у меня появились хорошие новые друзья, а на следующий год к ним добавилась и одна моя старая подруга. Но мне стало понятно, насколько легкомысленно я относилась дома к своим дружеским связям. Мои сожаления были столь же жгучими, как и одиночество. Каждому из нас хронически не хватает времени. Но нам все же необходимо подумать, как заново и по-другому распределить время, которым мы располагаем. При всем уважении к Клайву Льюису должна сказать, что он неправ. Оказывается, наши дружеские отношения имеют большое значение для выживания, причем в буквальном смысле. Социально активные люди живут дольше, чем замкнутые, у которых число дружеских связей ограничено. Поняв и приняв эту новость, знание о ней формировалось постепенно, как и все в науке, новое поколение ученых, задумавшихся о факторах, связывающих здоровье человека с его биологией и эволюцией, занялось дружбой, проявляя к ней куда большее уважение. Теперь дружбу считают чрезвычайно важным элементом социального поведения, незаметным при беглом и поверхностном взгляде. Да, друзья, это один из самых щедрых источников удовольствия в жизни. Здесь Льюис абсолютно прав. И наши дружеские связи, несомненно, формируются культурой. Но ясно, что это лишь часть истории. Дружба зиждется на прочном биологическом и эволюционном фундаменте. Открытие и исследование этого фундамента прояснили нам существо феномена, позволили понять, что такое на самом деле дружба. Эти исследования помогли определить, чем отношения с друзьями отличаются от других отношений, например, с супругами или сёстрами, и в каких условиях стирается и становится размытой эта разграничительная линия. Дружба склоняет чашу весов в сторону качественных, а не количественных признаков отношений, хотя и не полностью. Данные о дружбе начали проливать свет на основополагающую причину нарушений социальных функций, которые сопровождают такие нейропсихические расстройства, как аутизм. Очень важно и то, что новая наука о социальном поведении отчетливо показала, физиологические последствия состояния противоположного дружбе, одиночества, столь же губительны, как курение или ожирение. Насыщенная разнообразными занятиями и социальными отношениями жизнь макак островка Сантьяго привлекла многих ученых, которые стараются в сообществе обезьян отыскать корни человеческой дружбы. Это может показаться невероятным, но на поприще изучения дружбы именно при таком мультидисциплинарном подходе многие захватывающие инноваторские открытия были сделаны в ходе изучения животных. Я не хочу сказать, что все животные в этом отношении одинаково важны для понимания отношений в человеческом обществе, но важны они все. Дружба или нечто похожее была обнаружена у поразительно большого числа биологических. От дельфинов до зебр. Даже у рыбок Данио Рерио было открыто интересное социальное поведение. Они испытывают меньше страха, когда улавливают запах знакомой особи, и страх еще уменьшается, если рыбка видит друга. Я была почти растрогана тем фактом, что, как выяснилось, овцы способны узнавать животных, с которыми были разлучены много лет назад. Когда мы серьезно задумываемся о том, что такое дружеские отношения, мы начинаем находить их и у других видов, говорит Брент. Это означает, что дружба – феномен, выходящий за рамки человека и человеческого общества. В науке в настоящее время идут жаркие споры о правомерности сравнений между человеком и животными. Ученые постоянно помнят о грехе антропоморфизма, застарелой склонности приписывать человеческие намерения и идеи существам других биологических видов. Но сейчас начала вырисовываться другая проблема – то, что приматолог Франс де Валь провокационно называет антропоотрицанием – антроподенайл, толкуя этот придуманный им термин как нежелание признавать способности, демонстрируемые представителями других видов. Во всяком случае, среди приматологов уже не считается ересью называть животных друзьями, по крайней мере в неофициальных беседах, а не предпочтительными социальными партнерами. Продолжение следует...